Встреча Отечества «Достойные сыны» прошла в рамках второго этапа районной военно-патриотической эстафеты «Салют Победе». Руководство Голицынской школы создало благоприятные условия для встречи старшеклассников с героями фронта в неформальной обстановке. Среди почетных гостей – местная и районная администрация. Есть такая профессия, как родину защищать. Поэтому здесь собрались все те, кто делали это, и все те, кто продолжает это делать. Я хотел бы выразить большую благодарность вам, ветеранам, тем, кто столько много прошли, столько много сделали для нашей Родины, для нашего города. Школьники стараются вспоминать и чествовать родных голицынских ветеранов при любом поводе. На этот раз дружеская беседа состоялась в канун Дня защитника Отечества. Эти доблестные люди, ветераны Великой Отечественной войны, мужественно вставали на защиту нашей Родины, чтобы дать отпор врагу. Теперь они воспитывают чувство патриотизма у подрастающего поколения, передают свой опыт и знания голицынским школьникам. В свое время я пережила, и 32-й год был голодный год. Войну пережила, я же участник войны. Вот таких мальчиков, как вот тут ваши друзья, вытаскивала, тащила. Школу я знаю это хорошо. Не с этой школы, а железнодорожная школа. Вот оттуда мальчики ушли на фронт. Цеплялись за составы, не ждали военкомата. Подросткам в переходном возрасте всегда нужен пример для подражания, авторитетное лицо. Зная это, руководство школы, помимо ветеранов, пригласило на уже ставшую традиционную встречу полицейских из межмуниципального управления МВД России Одинцовская. Эти люди, действующие защитники Отечества, ежедневно оберегают наш покой. А в прошлом году в качестве приглашенных гостей к ребятам приезжали представители Следственного комитета. Такие встречи помогают старшеклассникам определиться с выбором будущей профессии. Мы считаем, что такие встречи должны проводиться системно. Необходимо сохранять преемственность поколений. И данную традицию необходимо продолжать. Надеемся, что в будущем нас также будут приглашать на подобные встречи. Во время встречи ребята исполнили песни военных лет, которые подняли настроение гостям. Ветеранам вручили памятные подарки, ну а завершилось все душевным чаепитием. Екатерина Стросветская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Екатерина Стросветская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Став np.